Хочешь знать, о чем думают эти девушки? В их головах крутится множество разных мыслей. Однако, самые приятные, конечно же, об удивительном обучающем сайте MoreMMR. Качественные видео уроки, квесты и конкурсы предсказателей, а главное, скоро стартует турнир с призовым фондом на 20 тысяч долларов. Теперь об этом думаешь и ты. Долго не думай, а заходи скорее на сайт moremmr.com. Привет, парни! Сегодня у нас нестандартный немножко ролик. Обычно я в 8 вечера выкладываю ролики с собственными летсплеями, либо пати. Кстати, насчет пати. Пати игр больше на канал заливаться, скорее всего, не будут, но если будут, то очень редко. А по поводу обзора. Почему я все-таки решил сегодня вложить обзор, а не свою игру? Потому что следующий видос я планирую записать либо визажа, либо титана. Почему титана? Потому что увидел человека, мне его скинул подписчик, и я все-таки решил оценить, кто это, да что это, и посмотреть, мало ли, этот человек действительно настолько хорош, что мы должны уделить ему внимание. Обычно, когда я делаю реплей, я делаю их либо платно, либо мне подписчик присылает какую-то, ну, убер-крутую игру, я смотрю. Тут никто, ну, то есть один человек прислал, это не его игра, это не его аккаунт. Чем меня он заинтересовал? Давайте сейчас так вот сделаем, нажмем на эту штучку, я включу сейчас экран, и мы увидим, что дота бафа этого человека, он имеет такой вот винрейт, это огромный винрейт, имеет рейтинг больше, там, где-то 5900, наверное, 5900, 5800+, при этом он играет only титаном, он не играет больше никем вообще. Он играет только титаном и стабильно на нем выигрывает. Причем, посмотрев на его кода, можно сказать, что он играет как полный псих. Он играет 9 смертей, 8, 9, кстати, он играет много в пати еще, и нормал пика, видимо, для статы. 7, 15, у него миллион смертей, сейчас посмотрим с вами реплей, и после того, как я посмотрю реплей, я попробую записать уже, то есть на следующий день, 18.00, я попробую записать, не получится, еще буду пробовать, ну, я запишу, если не получится, там, с первого-второго раза, я зайду еще раз, еще раз, так буду ежедневно тратить его, пока не запишу хорошее видео. Ну, что, мы начнем, мы посмотрим его запись, как он играет, самому, знаете, на самом деле, интересно, как он это делает, но я уже видел пару визажей, о, визажей, пару титанов, которые играют через 2-3 скилл, которые кидают дух, настакивают себе плюс 1000 урона, ну, да, если утрировать, это там где-то 300, 200, 400, 500, и просто ваншотят на линии, они приступают, пау, 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 сейчас еще апнули дух, то есть 2-3 скилл титана, теперь дух дает вам, если не ошибаюсь, резист, не помню какой, либо физ, либо мэджик, либо полный резист, сейчас посмотрим, оценим, пробуем также поиграть, давайте начнем с стадии пика лучше, начнем с стадии пика, когда он берет титана, ну, я думаю, на фп, как все уважающиеся игроки, сразу же берется титан, а у меня пропадет эта табличка, нет? Пропало, ну, я слышал стомп сразу же, он взял титана, и что бы я могу сказать еще по линиям, давай сейчас остановим, скажем, вот если бы я играл на титане, я взял титана, мне хотелось бы, чтобы противников не было ни замедления, ни станов, героев без замедления и станов нет, тут вот раста плюс джаггернаут, ну, как по мне, это сильная линия, потому что раста держит, джаггер крутится, тебе больно, почитаем, как работает дух, дух дает бонус скорости от героя, бонус скорости от хрипов, бонус к урону от хрипов, бонус скорости от героев, бонус к броне, не резист, он дает броню именно, то есть, причем, если мы на максимум духом будем получать героя по 6 брони, получается, что физухой нас не убить, нас убивает только магия, да и, типа, у нас сапог, посмотрим, как он будет вообще действовать на линии, глазами игрока титан, начинает он без тангусов вообще, что для меня довольно-таки странно, без щитка, я на когда играю, я начинаю там вайн-блендс, манго, танго, тангусы, тангусы, фласка, чтобы разменяться по хп и выживать, на первом вале качает дух, идет, ставит себе вардик, вардик он поставит себе за башню, не знаю, зачем, видимо, чтобы видеть пулы, он видит джаггернауты, видит расту, при этом размениваться с ними вообще не вариант будет, кидает по ним духом, надежно, для чего он получил 30 урона и 4% скорости бега, умирает тиммейт на сларке, ну, такое бывает, ускорим немножко игру, не хочу пауза смотреть, сразу же идет в лес, зачем куру снапить, он всегда так делает, интересно, или нет, маншайд, атомит, посмотрел, что там эш спирит перевозит фласку, видит вы героя, я понял, ему нечего делать на лени, потому что нет крипов, еще раз смотрим, как он сейчас сделал, значит, он находится вот тут, кидает духа, он сюда заранее приходит, чтобы снайпить куру, но как только они снайпят, он духа отправляет на спот, и после того, как он отправил на спот, отправляет на другой спот, и по сути с сапогом дух должен успевать, дух доходит до того спота и возвращается, он идет специально через легкий спот, чтобы получить урон от легкого спота, и у него будет плюс 105 урона, посмотрим, как это реализует он на линии, приходит, дух прибежал, еще по герою урон, а, я заказал, вот парни, такая тема, если вы кинули дух, он летит к вам, вот, он к вам летит, вы получаете урон на определенное время, смотрите, бах, получили урон, а у вас уже, вы как только вы кидаете дух, кд сразу же идет, то есть сразу же идет кд, 17 секунд, как только вы получаете нового духа, вы можете снова кинуть, и даже если вы пройдете по одному крипу, или там по одному герою, вернете себе духа, вы сразу же получите тот урон, который у вас был, тот урон, который был, в это вся суть, но урон, конечно, знатный, возвращает себе духа, забирает фуру, забирает расту, и убегает на споге, просто прибежал с огромным уроном, что делать теперь, будет следить от крипов? Вайн Лэнс будет брать, или что, ну, хочешь что-то купить? Или просто стакнуть? Вместо того, что сразу же стоит сытиться, он идет стакать, стакать он идеально, давайте смотрим точные тайминги стаков, чтобы понять, тут, получается, нужно кинуть духа на 53, подойти заагреть на 55 ровно, бах, и отводить, он так все рассчитал красиво, 19 хп, и выживает, дабл стак, потом он сделает тп, кинет духа на 2 дабл стака, и побежит через хардспот, скорее всего, да? Он делает тп на шайн сейчас, по-любому, умирает сларк без него, первый левел, снова стакает, кидает духа, то есть он, получается, тут сейчас ударил, на кой секунде, делает тп на шайн, после этого он дает тычку на кой секунде? На 50-й? Если да, то это должно быть рано. 51-я, а это не рано разве? Давайте посмотрим. Духу на 54-й я бы кидал, вот, 54-я. Дабл стак. 51-я, если вбок, 53-я, если вниз. Он шарит в стаках, лол, он видно, что тренировался. Стакнул энджентов, стакнул из спона, у него первый левел на 3-й минуте, это мало, Сларк страдает из-за этого. Посмотрим, что он будет делать дальше с первым левелом какими-то быстрыми танквилами. Гопник. Я, в основном, посмотрел бы стримы этого чела. С удовольствием. Смотрите, как он сделал. Смотрите по карте внимательно сейчас. Он кидает спирита раз. Давайте еще 10 секунд мотаем. Кидает спирита вот на этот спот. Давайте я вам покажу свободной камерой. Кидает спирита на этот спот. Кидает он его так, раз. После этого он сразу же направляет спирита на этот спот и бежит вверх, чтобы спирит прошелся сам через этих крипов. Смотрите. Проходит, раз. Стак. Нажимает на W. И сразу же спирит возвращается через этих крипов. Через всех получает урон. Смотрим глазами игрока. Желательно подойти еще к герою, чтобы получить урон от героя. Бежит прям к героям. Стак раз. Стак два урона. По герою не прошел. Смотрим урон. Смотрим урон. Раз. Надо спирит будет обновить. Два. Спирит обновил. Не догоняет. Лол. Три. Добьет. Ну. Загулял. Ну он тут видно, что чувствует героя. Загулял. Трипла в топе. Я бы тут, на самом деле, уже все. Я тельтанул бы, потому что у меня второй левел на четвертой минуте. Я не знаю, что делать. Мой уфлейнер сосет. Я сосу. Что мне делать? Что сделает он? Он снова кидает духа. Снова отправляет духа на другой спот. И снова бежит на линии. Причем бежит чуть правее, чтобы дух сам шел через тех крипов. Входят к джаггеру. Получает урона духа. И бэм. 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 Обновляет дух. Плюс 150 урона. Сейчас нужно получить третий левел на линии, нет? Или он так будет просто покидать духом? Это какой-то, знаете, это какой-то герой, которого просто не существует. Он играет не в доту, он играет в какого-то стакера онлайн. Он просто стакает и уходит. Он стакает и уходит. Он не фармит линии, он не дерется на линии, он просто берет урон и приходит, бьет. Лол. Смотрим. Так, он снова пойдет сейчас стакает. Стакать он тут будет на какой секунде? На 51, как в прошлый раз? 51 секунды отводит вниз. 53 тяга теншентов. Запоминаем, парни. 55-я. 53-я, если вот сюда. 51-я, если вниз. 53-я теншенты. 54-я даже. Запоминаем, парни. Это важно. Интересно смотреть, как он будет играть за тьму. Но если я буду за свет, я обязательно возьму титану на фп попробовать. Такого. Снова у него миллион стаков, у него второй левел все еще. Представляете, если был бы дух побольше левела, как бы он играл? Ну, ему никто бы не стакал. Это была бы проблема. Если бы он был большого левела. Отправляет снова духа. Ему там блочит лес, наверное, Раста, да, сейчас? Выходит на Джаггера. Пропусти, пропусти, рыбка моя. Пропусти его. Ну, Раста пойдет. Дух не успеет кончиться. Бэм. 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 Не знаю, правильно это размениваться тут. Потому что ты умираешь, ты даешь кору фраг. Он берет себе Блайтстоун, Вайндлендс и Транкилли. Просто на этих двух слотах бегает. Получил третий левел и берет 2-х в двойку. Сделает ТП. Сейчас настакает, скорее всего, снова. ТП делает. Раз, стак. Отправляет вниз. И Сларк не будет фармить их. И снова бежит на линию. Выходит на линию. Смотрим. Бэм. 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 Просто рапиру берет с леса. Он просто берет рапиру. Покупает варды, кстати. Смотрим снова. На мид будет интересно выходить таким темпом? Стакать хочет. Я понял. Стакать хочет. 51-ое снова. Бах. 54-ое. Снова стакнется. 2 спота. Я не слышал стаков. Не там, не тут не стакнулись. Ошибка. Ошибка, дружище. Ну ладно. Смотрим, что он будет делать теперь. Дух в двойку. Урон больше. Раз. Два. Дух прошел. Управляет его чуть вниз. Заходит Джаггера. Бэм. Бэм. Вот толкнули. Обновляет дух. И он сейчас может убить. Он убьет Джаггера. За двум дара. Двух. Так неприятно. За него получает 150 золота. Потому что он лоу левел. Он никому не нужен. Третий левел. Он вообще ничего не делает. В плане. Он не дает ничего после смерти. Он играет как Камикадзе. Он умирает. Убивает. В итоге Корр не получает ничего. А он теряет все. Бэм. Бэм. Разменял себя на раз. То Сларк получил статы. То есть он разменит максимально себя. На пользу команды. По-моему это хороший стиль игры. Стиль игры Камикадзе. Много раз умирает. Давайте посмотрим на творца. Что имеет Джаггер. После всего этого. Джаггер имеет крепость. Такой же. Ну чуть выше чем и Сларка. Нетворс. Общая ценность. Джаггер. Такой же. Меньше чем и Сларка чуть-чуть. Но на самом деле. Кто у него кэри? У него кэри в боте стоят. Кентавр. Кентавр имеет топ-2. На самом деле не так сильно проседает Джаггер. Но раз он сильно проседает. И он сам проседает. Он очень сильно проседает по деньгам плюс по левелу. Надеюсь смотреть что он будет делать дальше. Он точно покупает книгу. Потому что по экспе проседает пиздец как. И ему едет Дух. Он возвращается. Бэм. Этот Джаггер вообще ничего не делает. Сейчас. Бэм. Бэм. Ватта фак. Четвертый левел. Он убил Джаггера. И сразу же получил пятый. Он был так же третий. Он берет Духа в тройку. И Натралордера в двойку. Смотрим что дальше. С таким. О. Ему фармить Банша. Лол. Или она просто блочила. Так он не умирает. Так так так. Стак. Сейчас посмотрим как он сейчас сделал. Он заранее стакает Духа. Стакнул. Дух идет к нему. Видит Баншу. Убегает. Берет Духа. Посмотри как он еще будет носить урон. Хочу смотреть в тычках. Хочу просто смотреть в тычках. Бэм. Давай еще. Давай. Давай ты кулю. Блядь. Хорошо. Кунг-ка мог бы с собой спасти. Наверное. Ну умирает он тут. Но его команда вся рядом. Избирает он книжку. Он десятый. Он играет в Камикадзе. У него 6 киллов 5 смертей. Он убивает и умирает. Убивает и умирает. При этом у них Джайгер имеет 3 смерти. Раст имеет 3 смерти. Банша имеет 1 смерть бонусную из-за этого чела. Он просто бегает и убивает. Снова кидает Духа. Кстати он играет без ульты. Берет в тройку Natural Order. Дабы уменьшить армор противника. Плюс у него еще Блэйд Стоун. И на ЭМС Вайн Ленд. Делает лотару себе первым слотом. Ждет Духа. Чтобы возвратить и получить урон. На максимально продуктивное время. Башка ломается за секунду. С таким уроном. 336 урона. Так посмотрим. Снова там взял Духа. Снова Духа приходит на линию. И начинает драться. Что это блядь такое? Это пранк? Я хочу таким же играть. Возьмет в четверку? Бери в четверку Дух. Ща будет мясо. Стакой да? Будет? Уже Дух убивает маленьких репочков. На 54-й, на 51-й стакой. Один стакнулся. Или это в боте вообще стак. Эншент стакнулся. Окей, что мы делаем? Мы отправляем Духа вниз. Потом отправляем его через эншентов. Сами бежим в топ. Чтобы заагрить 2 спота крипов. Чуть вниз отводят, чтобы рассчитать. Вниз отвел. Агрит тут. И выходит на линию в поисках хила потенциального. Ищет героя. Нашел баншу. Бам! Бам! Бля, убей! Хоть кого-то! Ой! Бам! Бля, что? Посмотрите на это! What the fuck? Не увидел, сколько хп сняло. Пол хп. Бэ! 514, сука! Плюс 420. Там еще армор снижается. Давай тычку этому челу. Смотрим, как хп упадет. Бэ! Похоронил степлером. Ходите видеть такого титана? Напишите, я запишу его. Думаю, вам очень понравится. Апп тщу на разных рейтингах. На там 1, 2, 3, 4. То есть, посмотрите, будет интереснее игра. Можно даже на мейне запишу такого. Это просто жесть. Едет дух. Плюс 500 урона. Снова смотрим, парни. Плюс 500 урона приезжает в руку. Вот, едет дух по карте, видите, да? Дух приезжает. Follow your spirit, парни. Делаем скриншоты. What the fuck? Что это? Степлер в гибососину. Просто убивай с двух ударов. Он же обновит дух. Он обновит, он обновит, он обновит. Он же обновит, он обновит, он обновит. Да, я не косы эту сульти совсем. Там армор. На кирпопе. Бэм! Ты кулю, я назову тебя. Бэм! Взмет в четверку. Просто типа, когда clarity возит. Четверку взял. Кидает. Он толстакал сейчас. Он толстакал сейчас. Не вышло. С лотаром, так это же вообще тычка увеличенная будет. Он до абсурда довел эту идею. Он гений. Идет духа вниз. Дух идет. Загрил энчентов. Нажимает лотар. Что это, блядь? Смотри, что на эту. What the fuck? Он раз до фаллового убил, блядь. Спасите расту. Гопник, блядь. Блядь, он убил фаллового, расту. Банша, здорово. Я саппорт как бы титан. Бэээ. 683. Давай еще. Бэээээ. Да это пиздец какой-то. Это нечестный герой. Или так. Не, опять же, это можно заблочить стаки. Можно пробовать их зафармить. Но если тут... Ну тут это не делать почему-то. Хотя это игра, ну, менее... Более-менее хайп-тестная. Сколько у них? Дивань 4, дивань 4. Это немало. Типа, вот, двухтысячный ранг. Это, примерно, 6000 ПТС. ну загонгали суки загонгали делать цаблю следующим артоном вообще партнер должен ну за 15 минут должны уже были что-то сделать а еще команда может зафармить стаки это пиздец может сгирить лотари подходят ослаждаемся парнем это жесть это какая-то жесть взял ульт без стомпа я не вижу в этом смысла и смысл брать ульт если он не попадешь заранее кинул то ведь он не идет драться без стаков он всегда сначала стаки набирает но это понятно почему он юзов без стаков переложит блэкстоун он играет от стаков если стаков нет интереса что будет делать он проиграет но пытается так и 51 54 стак 0 1 возвращается дух нажимает лотар бэм бэм давайте смотрим медленно это вот дух приходит получил дух еще урон из духа плюс 500 бэм его держит на этом нет смысла потому что он обновит дух но очень долго длится выросла ты зря бежишь ты зря бежишь каком-нибудь базу ведь в итоге 20 минут игра просто пошел убил всю карту это просто шок парни и я такое вижу ну я только раньше видел но не знал что это настолько сильно исполняется игра ты не на лопат с лотар быстро это круто жмет лотар 550 мс несколько дух обновить обидно что такое ситуация просто пушат таки не просто выигрываю сейчас да не просто выигрываю давайте сейчас знаете что сделаем парня так вот нажму посмотрим мы с вами его дотобав посмотрим что он собирается в основном в играх посмотрим сколько урона нанес тут урона тут нанес 17000 стабильно 1000 урона в минуту ну чё сказать это психопат это просто психопат это гопник это просто гопник смотрим его дотобавич какие он сделает айтем этот значит тут это то что мы только что смотрели он берет просто лотар плюс саблю в следующий до этого игре он умер 16 раз при этом тут он покупал лотар ничего не успел купить видим потому что часто умирал но урон тоже миллион внес каждую грунита получается тут 7 смертей он играл в пати но в любом случае лотар сабля как понимание игры все заканчиваются с лотар саблю ранки толпик победа 40 минут кстати игра пошла 40 минут лотар атос атос против чего интересно против антимага шпан не уходил он доход с лотар дает тычку дает атос потому что небеса покупать дорого арчит он сбросит хотя то тоже сбросить причем а то очень быстро и 20 минута текис чтоб не прыгнул тинкера ловить как бы тинкер интересно попадал типа у тебя же все может двух ударов просто убивал ну ладно им дать последнюю группу смотрим coin пранкой толпик 6917 17 одно из мих любимейших чисел 69 ты просто хорошее число гопник ел купил вообще первым с потом как они раскачка было тут он играл через том почему почему тут через том интересно играл видите причину этому возможно просто зафармили его стаки пришел к это макака плюс веник зафармили стаки и он ничего не смог сделать только нет стаков было сделано elder titan и написано стаки не вижу по крайней мере их ладно парень если дос понравился я постараюсь записать этого титана такого и буду благодарен если вы на этом видосе напишите какие-то хорошие отзывы по поводу этого героя поводу стилей этого игры если вдруг вы реально очень не хотите увидеть я был уже это может даже сегодня ночью если просто типа понравится я вообще завтра по любому я буду стараться постараюсь записать это великолепная сборка пробуй поиграть и всем пока